Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня я хочу поговорить про цифровую рубль. Досмотрите мой ролик до конца, и вы узнаете, какие угрозы грозят всем нам после введения цифрового рубля. Почему нет смысла жаловаться и писать петиции. Почему внедрение цифрорублей будет сильно буксовать. И как защитить себя и своих близких от внедрения цифрового рабства. 1 апреля 2023 года, интересная, кстати, дата, руководители Центробанка выпустили пресс-релиз, в котором говорили о пилотном проекте цифрового рубля. Что в проекте участвуют 13 крупнейших банков России. На этой теме оттоптались все финансовые эксперты, бизнес-эксперты, IT-эксперты. Нас всех запугали тотальным цифровым рабством. Нам всем грозит цифровой концлагерь. Вот прям завтра. Что пора идти митинговать и писать петиции. Я пересмотрел пару роликов и пришел к выводу, что большинство моих коллег плохо понимают, что вообще происходит. Жути нагнали, глубокий анализ не провели и, главное, не дали решений. Что уж говорить про их подписчиков. Скорее всего, в их голове вообще каша. Что ж, давайте попробуем устранить пробелы. Мне кажется, что я в этой теме понимаю чуть больше, да простят меня коллеги за нескромность. Для начала несколько зарисовок. Почему я вообще имею право рассуждать на эту тему? Зарисовки нужны, чтобы вы понимали, откуда растут ноги, что все, что происходит в данный момент, не является чередой случайности. В 2017 году был бум блокчейна. В те годы слово блокчейн-технологии употребляли так часто, что хотелось икать. Чуть реже звучало еще одно слово – крипторубль. Мало кто понимал, что это вообще такое, но говорили про крипторубль тоже часто. Я в те годы трудился маркетологом в одном из финтех-проектов. Отвечал за привлечение трафика из Гугла, Фейсбука, компания Мета, запрещенная на данный момент организацией на территории России, трафика из соцсетей, форумов и так далее. Однажды на нас вышел человек из высших эшелонов власти и предложил встречу. Нас собрали на речном вокзале в Москве, затем посадили в катер и отвезли в сторону загородного клуба. На причале нас высадили охранники и проводили мимо полей для гольфа в сторону здания для переговоров. В центре здания стоял большой круглый стол, за столом сидел организатор встречи. Потом подошел еще один господин в спортивном костюме и с хриплым голосом. Вы сегодня часто видите его в выпусках новостей. Нам задавали с виду безобидные и банальные вопросы. Что это вообще за сущность такая, блокчейн? Зачем он нужен? С чего вдруг русские оказались впереди планеты всей в этих технологиях? Что это может дать государству? Мы тогда были достаточно наивными парнями и, скорее всего, в глазах матерых дядь выглядели просто дурачками. Но виды они не подавали, вежливо улыбались. Мы мило поболтали, перекусили и разошлись. Больше я их с тех пор не видел. В США происходили куда более интересные события. Сначала местные власти и регуляторы заигрывали с айтишниками, которые пилили блокчейн-стартапы, и власти встелили перед ними ковровые дорожки. То есть в буквальном смысле пытались поцеловать их в засос. Но потом они поняли, чем это грозит властям и быстро переобулись. В гости к наивным и романтично настроенным айтишникам пришли ребята в серых костюмах и жестко выпороли всех, кто пытался строить альтернативный финансовый мир. Выстекли самых крупных, пароли показательно прошлись по самым известным персоналиям. Например, вызвали Цукерберга на допрос в Конгресс и строго-настрого запретили ему заниматься цифровыми валютами. Оштрафовали Павла Дурова на гигантскую сумму за то, что он задумал внедрить у себя в Телеграме свою криптовалюту и собрал деньги на развитие своего мессенджера. Сильно досталось и проекту, в котором трудился я. Все это подавалось под соусом борьбы с нехорошими ребятами. Хорошие они или нет, решать не мне, но конфликт весьма любопытный. Идем дальше. В 2017 году была еще одна история, заслуживающая внимания. Некто Бен Бродбенд от лица Банка Англии рассказал всему миру о проекте цифровых денег с аббревиатурой CBDC и убедил большинство стран присоединиться к нему. Приведу вам карту распространения этой идеи на данный момент. Она на ваших экранах. Какие выводы можно сделать, рассматривая эту карту? То, что идея легла на благодатную почву. Политики ее горячо поддержали, главы Центробанков большинства стран тоже поддержали. Похоже, что нас ждет цифровой доллар, цифровой юань, цифровой фунт и цифровой евро. Но давайте вернемся к цифровому рублю. Обсудим его характеристики. Сейчас у нас есть две формы рубля. Наличная форма и безналичная. А в будущем нас ждет еще одна форма. Третья форма цифровая. Аналог безнала. Но зачем изобретать велосипед, спросите вы. И будьте правы. Безнал у нас уже работает десятилетиями. Зачем нам еще один какой-то непонятный цифровой рубль? Причин тут несколько, и они на поверхности. Вот смотрите. У ЦБ есть несколько задач. Задача первая. Это убрать навсегда наличные из оборота. Как сущность. Ликвидировать их. Наличные деньги – это в первую очередь товар. Вы должны это понимать, что это товар. И ЦБ не нужен товар, который они могут контролировать. Задача – вытащить из нашего кошелька и из-под матраса резаную бумагу. Чтобы мы вместо купюры вытаскивали телефон или флешку, или какое-то другое устройство, неважно. Прикладывали одно устройство к другому устройству при желании совершить сделки. Совершали транзакцию. И даже если у нас нет интернета, то транзакция записывалась бы в сеть, в блокчейн-сеть, когда кто-то из участников сделки выходил бы в онлайн. Бумага же монетарным властям давно не нравится. С ней много хлопот. Бумажные деньги чаще всего используют в теневом секторе и так далее. То есть про это много говорится. Пока вроде ничего критичного. Намерения вполне понятные. В них есть логика. Но это еще не все. ЦБ хочет и получит тотальный контроль за всеми транзакциями. У каждой монетки, а цифровой рубль больше похож на монетку, будут маркировки, так называемые зарубки. Кто и когда владел конкретной монеткой. Можно проследить весь путь. С одной стороны, желание понятное, но многим не понравится, что их покупки, например, в секс-шопе или на порно-сайте или в других подобных местах станут достоянием общественности. С учетом того, как у нас относятся к персональным данным, это лишь вопрос времени. Еще одна причина внедрения цифрового рубля – ЦБ явно хочет придушить банкиров, а точнее забрать у них часть кормушки. Как именно? Смотрите сами. Скорее всего, прямо сейчас храните вашу заначку в одном из банков, например, на текущем счету. И получаете какую-то там копеечку, крошечный процентик. Еще туда приходит зарплата. И вы ее, скорее всего, не тратите в тот же день. Правильно? Если вы уже в преклонном возрасте, туда еще приходит и пенсия. Банки на этом зарабатывают приличные деньги, дают, например, колоритно-срочные займы, крутят их другими какими-то способами. А ЦБ просто хочет забрать себе эту кормушку. И это не единственная кормушка. Есть же у нас еще денежные переводы, которые облагаются комиссиями. Почему бы и не залезть и туда? Я бы на месте банкиров задумался. Их бизнес прямо сейчас находится под угрозой. И у них потихоньку уходит земля из-под ног. Почему? А потому что они с каждым годом перестают закрывать потребности граждан. У банков была сберегательная функция. И от сберегательной функции банкиров с каждым годом оттесняют все дальше. Например, брокерские услуги выгоднее и удобнее брать у профильного брокера, который фокусируется только на этом виде бизнеса. Покупать инвестиционные продукты в банках себе дороже. Почему? Потому что конские комиссии, навязанные услуги и невыгодные условия. Еще у банков была транзакционная функция. Но система быстрых платежей забирает приличную часть выручки. Теперь туда добавляются цифровые рубли, где комиссии либо вообще не будет, либо она будет сильно меньше, чем у банкиров. И всю эту выручку будет себе забирать ЦБ. Что остается банком? Ну, например, кредитная функция. Ну и в эту сторону можно посмотреть жадным и строгим взглядом. Было бы желание. Отдельный восклицательный знак для инвесторов. Коллеги, нам тоже стоит перезадуматься. Как минимум не держать половину портфеля в акциях Зеленого банка. Как сейчас многие делают. Здесь отдельно отмечу. Я описываю небыстрый процесс. Смерть радиационных банков будет тихой, долгой и мучительной. Вы спросите, а почему бы их не хлопнуть прямо сейчас? А не все так просто. Центробанку в данный момент очень важна дистрибуция. Не будет дистрибуции, не будет внедрения цифрового рубля. Банки им сейчас нужны для охватов, чтобы у каждого россиянина прямо завтра на телефоне появилась возможность совершать транзакции через цифровой рубль. Как это сделать при помощи закона, то есть взять и вменить банкирам эту функцию. Теперь давайте поговорим, как будет внедрять цифровой рубль. Я в прошлом проектировал высоконагруженные IT-продукты в разных отраслях с базой в несколько сотен тысяч человек. Расскажу, как бы действовал я. Не претендую на истину в последней инстанции. У нас, скорее всего, будет что-то похожее, вот то, что я описываю. В качестве идентификатора ЦБ будет использовать либо ИНН, либо номер телефона. А оно могут придумать что-то еще. Тот же Снилс, например. Отправителю не важно, какой у вас банк, достаточно знать ваш идентификатор. Какой банк вы подключите для совершения транзакций, тоже не так важно. Возможно, для нас даже сделают опцию с несколькими банками, чтобы кошелечек был и там, и там. На что это похоже, коллеги? Мне это напоминает номер мобильного телефона, когда мы гуляем от одного оператора к другому. Теперь обсудим схемы внедрения. Я вижу два варианта. Вариант первый – это аналог кэшбэка. Как это будет выглядеть? Гражданин, дай нам обычные рубли. Мы тебе заменим их на цифровые рубли с коэффициентом 1,05, то есть 5% кэшбэк. Люди подумают, что халява и понесут свои деньги на обмен. Еще можно устраивать лотереи. Те, кто переводит рубли в цифру, в цифровую рубль, становятся участниками лотереи, к примеру, на миллиард. И постоянно эту лотерею пиарят. Тоже народ потянется, обязательно потянется. Либо второй вариант, более жесткий. Гражданин, слушай сюда. Настоящие рубли – это цифровые рубли, а остальные рубли – это неправильные рубли. Хочешь без нал, без проблем, ну изволь мириться с понижающим коэффициентом, то есть будешь просто терять за хранение таких денег. Если ты хочешь хранить нал, то, пожалуйста, ты получишь еще больший понижающий коэффициент и будешь потерять еще больше. В первый вариант я верю больше, но опцию более жесткую, опцию 2, я не исключаю, особенно в случаях каких-то катаклизмов в экономике. Разумеется, монетарные власти не будут прямо говорить нам о том, что они хотят знать про нас все. Цифровой рубль будет подаваться под другим соусом. Нам будут продавать выгоду и пользу. Маркетинг уже начался в момент, когда нам представили название «цифровые деньги», «цифровой рубль». Будто бы раньше не было цифровых денег. Я бы у себя в голове закреплял бы другие термины. Обнаженный рубль, прозрачный рубль, голый рубль и так далее. В рекламных сообщениях обязательно будут лозунги. Цифровой рубль быстрее межбанковских платежей. При выводе цифровых рублей намного ниже комиссии или их вообще нет. Цифровой рубль убьет коррупцию. Цифровой рубль позволит многих вытащить из тени. Все это правда, коллеги, но не вся правда. Дальше начинается проблема. Дело в том, что цифровой рубль представляет собой смарт-контракт, умный контракт. То есть алгоритм, в который можно зашить любую логику, какой вы захотите. И ее туда обязательно зашьют. Эта логика будет опасной и разрушительной. Да, современные политики побоятся анонсировать эту страшную логику в первые годы внедрения цифровых денег. Этого точно не будет. Но лазейку обязательно оставят. А что придет в голову к политикам через 15 лет, мы не знаем. Приведу пару примеров. А что если внедрить срок годности денег, ограничить их срок действия? Что если запрограммировать карету так, чтобы она раз в месяц, к примеру, превращалась в тыкву? Не успел потратить? Все сгорело, протухло. Похоже на схему с бонусными баллами. Вы спросите, зачем это делать? Ну, например, чтобы заставить граждан ускорить оборот денег в экономике. Потому что для экономики это вроде как благо. Еще одна опция. Давайте сделаем статьи расходов. Какие статьи правильные? К примеру, еда, жилье и так далее. А какие-то из статьи неправильные? И вот у нас появляется там сверхпотребление. Это неправильная статья. Траты на вредные привычки. Тоже вроде как неправильная статья. И под лозунгом борьбы за здоровье граждан, к примеру, нам могут маркировать деньги, чтобы их нельзя было потратить, к примеру, на водку. Еще одна опция. В период спадов и катаклизмов мы обязательно столкнемся с нехваткой ресурсов. Так уже было и так будет. Цифровые деньги – это идеальный инструмент размазывания ресурсов тонким слоем. Деньги можно тратить только на еду, к примеру, и на другие базовые потребности. Почему бы не выпустить такую директиву? И не больше, чем, например, какую-то определенную сумму – х. На что это похоже, коллеги? Да это же продуктовые карточки. Человечество все это уже проходило. Еще один вариант ограничений. Вот тебе, Вася, можно тратить, а тебе, Петя, нельзя. Почему? Потому что ты, Вася, хороший, а ты, Петя, плохой. В принципе, эта идея полезная. У нас в стране есть, например, категория граждан – это злостные неплательщики алиментов. Алиментщики в масте своей прячутся при помощи наличных денег. Это их любимый инструмент. Например, муж моей сестры бросил ее одну с тремя детьми. Платит ей по одному два рубля. Подчеркну, рубля без трех нулей. Я видел в СМСках зачисление в 1 рубль 26 копеек. Зачем так делать, чтобы не быть злостным неплательщиком в глазах государства? Мол, я старался, трудился в поте лица, заработал рубль и отправил все, что мог. Племянника в данный момент обеспечивает моя сестра, плюс что-то компенсирую я. А папаша без проблем сдает несколько квартир за наличные, пользуется карточками мамы или любовницы. Точно не могу сказать, чьи имя, но схема она напрашивается. И таких ребят в стране много – сотни тысяч, может быть, даже миллионы. У них даже есть свои сообщества, статьи и инструкции, как уклоняться от обязательств. Вот им хотя бы немного доприжмут хвост, и это приятно. С похожими ограничениями столкнутся и банкроты, бегающие от кредиторов. Но есть и обратная сторона медали – как бы нам не получить цензуру, социальный рейтинг, которым всех пугает в фантастических фильмах. Такая опция в алгоритме цифрового рубля тоже присутствует. Еще одна опция. Вот я у себя на канале топлю за антипотребление. Но это самоограничение, добровольное ограничение. Боюсь, что государство может внедрить принудительные ограничения. Вот у тебя, к примеру, есть миллион, но потратить его тупо некуда. У тебя есть лимит, допустим, 100 тысяч рублей. А что делать с остальными деньгами – непонятно. Ты накопил приличную сумму, но живешь как гражданин корейка, то есть тратить некуда. Зачем это делать? Да мало ли что придет в голову популистам. Например, кто-то может захотеть выровнять социальное неравенство. Отсюда следующая мысль. Инвестирование в таком мире будет не очень нужно. Ведь у нас вроде как нет смысла копить. А если даже вы пытаетесь накапливать, то можно врубить комбинацию из нескольких ограничений, которые я описал только что. Например, два типа денег. Одни деньги на потребление, а другие на инвестирование. И инвестиционные деньги нельзя потратить на потребление сверх меры. Только на созидание. Отдельное поле деятельности для цифрового рубля – это, конечно, налоговое администрирование. Тут вообще рай. Граждане с массой своей хранят деньги либо на депозитах, либо в бетоне. Давайте введем налог на наследство. Например, умер обладатель миллионов цифровых рублей, и пусть они сгорят. Или пусть государство отщепнет от них жирный кусок, к примеру, 50%. Интересная опция. Следующая мысль. Извините, я тут нагнал жути, но у меня, как вы знаете, в роликах не только страшилки, но и рецепты. Объясню, почему закон о цифровом рубле будет буксовать. И, скорее всего, в первой итерации с треском провалится. Первая и ключевая причина – то, что политики упорно пытаются спорить с природой человека. У многих людей есть страсть к накоплению, и она заложена от природы. Нельзя, например, рощерком пера убить во мне хомяка. Мой внутренний хомяк, он неуязвим, неубиваем. Любые ограничения будут находить лазейки, и этих лазейк множество. Даже сейчас, в условиях тумана и неопределенности, я сходу набросал несколько таких лазей. Приведу пример. В мире цифрового рубля обязательно будут процветать так называемые схематозники. Схематозники будут создавать левые кошельки на бомжей. Старая добрая классика, мы все это уже проходили. У нас обязательно будут в системе анонимные кошельки. Например, у правильных ребят. У представителей спецслужб, у полиции и т.д. А значит, у нас появится лазейка и опция. Возможность за деньги или по блату тоже стать правильным. Поскольку искоренить нал одним махом нельзя, его будут изымать постепенно. А значит, у нас обязательно будет черный рынок нала. Со спредами, комиссиями, потерями при обмене, но он обязательно будет. Еще одна причина провала. В первой половине ролика я перечислил страшилки. Но он понимает, что мы, вот лично мы, увидим их уже в нашей старости. Почему? Да очень просто. Должно уйти поколение 60+. Вы не объясните моей 87-летней бабушке, что такое цифра рубль. Она пошлет вас к черту и будет ждать в начале месяца курьера с рублевым наликом. Вы не объясните человеку, у которого нет электричества в регионе проживания, что без цифрового рубля ему ну никак. И таких регионов у нас сейчас будет много. Мы, кстати, не обсудили риски. А они тоже есть. А я, как инвестор, вижу для себя вот такой риск, ключевой риск. У нас есть риск технологии и риск посредника. Мы получаем нулевую диверсификацию. Все деньги нас заставляют хоронить у одного единственного дяди. А я вам уже говорил, что любые дяди имеют свойство нарушать обещания и подводить нас. Мы сами, когда становимся дядями, тоже периодически подводим других людей. То есть это норма. Кто-то нас обязательно подведет. К этому нужно быть готовым. Еще один риск. Мы можем пострадать из-за чужих серых денег. То есть вот к нам перечислили какие-то деньги, а эти деньги помаркированы, что они какие-то вот нехорошие, неправильные. И потом нам нужно будет доказывать с бумажками, что мы не верблюды. Еще мы можем пострадать от слива персональных данных. Об этом я уже говорил. И мы точно будем страдать от инфляции, потому что, скорее всего, по цифровым рублям не будут начисляться проценты. После прослушивания ролика у вас могут появиться тревожные мысли. Тревожность – это враг инвестора. Коллеги, не надо суетиться и не надо тревожиться. Помните, на нашей стране инерция, наш главный союзник. У нас будет время для минимизации проблем. Для этого нужно предпринять определенные шаги. Шаг первый – осознать, что угроза касается каждого. Нужно перестать быть мишенью и принять хоть какие-то меры для сглаживания неудобств. Шаг второй – перестать заниматься дурью. Не надо писать петиции, жаловаться, бухтеть в соцсетях, оставлять какие-то комментарии непонятные, ругать власти. А нужно действовать. Приведу вам примеры правильных действий. Вы можете копить ресурсы, которые нельзя или очень сложно отцифровать. Отжать или подчинить. К примеру, как вы заберете у меня связи, знания и доверия? Никак. Я в любой момент смогу обменять их на товары, на нужные мне ресурсы. Через натуральный обмен, через суррогаты, да как угодно. Я могу копить активы, которые сложно контролировать. Например, золото, физическое золото. Еще я вижу несколько контровхождения денег. Например, контурпотребления и контурсозидания. В контурсозидания ограничений почти наверняка будет меньше. Ведь людей нужно чем-то кормить, обслуживать, удовлетворять их потребности. Постарайтесь заранее оказаться в контурсозидания, там будет все намного проще. Следующая мысль. А когда мы все это получим? Спросите вы. Мое мнение, пилот мы уже увидим скоро. А дальше все зависит от воли государства и от экономической ситуации в мире. Если мир уйдет в штопор, то проект, скорее всего, положат в стул и забудут про него лет на 5-7. Может быть, даже больше. А расчехлят уже после стабилизации. Если мир будет трясти, но не смертельно, то государство может использовать часть неприятных опций, чтобы купировать последствия кризисов. Инфраструктура уже будет создана. В любом случае, речь идет о годах. У меня еще много вопросов, на которые пока нет ответов. Как все будет работать у юрлиц? Как между собой будут взаимодействовать государства? Подозреваю, что у каждого государства будет своя песочница для простых смертных. А между государствами будут ходить какие-то другие деньги. Пока непонятно. Слишком много тумана. Ну, а закончу я на веселой ноте. Помните, я говорил вам про коллекцию денег, которые обесценились? Я собираю вот такие деньги, да, купюры. У меня есть керенки, доллары, зимбабвийские, советские рубли и многое другое. Надеюсь, что коллекцию никогда не пополнит цифровые рубли на биуллинке. Назвайте их, как хотите. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Расшифровка, текстовая расшифровка этого выпуска есть в описании к ролику. Обязательно прочтите правила модерации, прежде чем оставлять комментарии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем контент, которого нет и никогда не будет в ютюбе. Ищите меня по фразе на пенсию в 35 лет в телеграме, либо QR-код на ваших экранах, либо ссылка будет в описании. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой ютюб-канал и смотрите другие ролики на эту же тему на моем канале. Сейчас сплудут подсказки. Если вдруг заблокируют ютюб, не переживайте, я весь архив роликов дублирую в Яндекс.Дзене, в ВКонтакте и в Рутюбе. Ссылки на ваших экранах и ссылки будут в описании. Подпишитесь заранее, там в случае чего не потеряемся. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Фак Юмани». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер, стоят копейки, 176 рублей, есть бумажная электронная аудиоверсия. И подкаст. Как вы знаете, ютюб заблокировал возможность продлять платную подписку всем пользователям из России. Теперь все вынуждены ходить и смотреть ролики с включенным экраном. Это неудобно, и для удобства своих подписчиков я заливаю все свои выпуски в формате mp3 на подкаст-платформы. Если у вас iPhone, то это Apple подкасты, если Android, то Google подкасты, Яндекс.Музыка и другие площадки. У вас есть возможность слушать меня в очередях, в пробках, на прогулках, на тренировках, по дороге на работу, обратно и везде, где только можно. Это все, надеюсь выпуск был полезным, с вами был Бабайкин, всем пока.